Из-за реконструкции автомобильной дороги Р-21 «Кола» Мурманск даже в период летних отпусков буквально заполнен машинами. Вполне естественно, что такая нагрузка сказалась на состояние асфальтового покрытия в городе не лучшим образом. Дыры на дорогах дорожники латают строительным кирпичом, но обещают такой ремонт – явление временное. О планах дорожников на этот год и о качестве покрытия в Мурманске нашей съемочной группе рассказали на асфальтобетонном заводе. Именно отсюда с городского асфальтобетонного завода поступает покрытие для всех дорог Мурманска. Предприятие появилось еще в прошлом году и ежечасно может выпускать порядка 70 тонн продукции. Работает оно в круглосуточном режиме по полному циклу. Здесь производят даже несколько видов щебня – основного компонента для высокопрочного асфальта. Соответствующий гарантией. Они гарантированно простоят 7-8 лет, если их нормально изготавливать. У нас вот здесь на установке, которая для этого предназначена. Обычные типы асфальта мы тоже делаем более качественными, чем раньше, благодаря дополнительной подготовке. Но 4-5 лет должны стоять. Но только при условии, что покрытие квали не под дождем, не соблюдает температурный режим. Контроль качества – один из важных этапов производства асфальта. На предприятии есть своя лаборатория, в которой следят за составом, рецептурой, а также производят испытания на прочность. И руководитель Марина Тунина признается – сделанный здесь материал она на глаз может определить на любой дороге. Это контроль качества не только асфальтобетонной смеси, но и изначально инертных материалов, битума, всех составляющих. То есть от и до, уже на дорогах. Завод, конечно, работает в полную силу, но автомобилистам все равно придется терпеть. По крайней мере, до конца лета. Тогда откроют некоторые участки Ленинградки, которая до начала реконструкции пропускала около 20 тысяч транспортных средств каждый день, снимая нагрузку с городских дорог. Но а ямы, которые сегодня дорожники лихо заделывают кирпичом, заасфальтируют зимой. Технологии позволяют. В этом году мы, я думаю, что уже летом закончим переговоры по поставке в город специальной смеси для производства ямочного ремонта, в том числе в холодный период. То есть вот те кирпичи, которые мы сегодня вынуждены класть на дороге для того, чтобы спасать мурманские автомобили, мы заменим все-таки смесью, так как это делается, например, в Скандинавии. В этом году впервые в городе построят совершенно новую дорогу, которая свяжет ледокольный проезд с Кольским проспектом. Капитальные ремонты запланированы на улицах Калинина, Инженерная, Коминтерна и Бачкова. Продолжат асфортировать автоподъезды к школам, детским садам и медицинским учреждениям.